В период пандемии стали особенно популярны шутки про везение владельцев собак. Прогулка с четвероногим – одна из немногих законных причин выйти из дома. Вместе с тем, хозяева домашних питомцев подвергают себя дополнительному риску. Нет доказательств того, что животные могут заразиться вирусом и быть его источником. COVID-19 передается от человека к человеку, но это не значит, что собака не может принести коронавирус домой. Врачи советуют дезинфицировать лапы питомца хлоргексидином или мирмистином после каждой прогулки. Заливать лапы нежелательно. Просто обычная обработка, спреем данными препаратами, какие-то спиртосодержащими препаратами. Животных лучше не обрабатывать. Когда у животных имеется длинная шерсть, то после обработки лапы, например, после мытья лапы, например, с мылом, обязательно нужно хорошо это мыло смыть обычной водой. Обязательно нужно хорошо эти лапки потом высушить, чтобы не было межпальцевого спривания. Остаются и сезонные заболевания. В весенне-летний период владельцы животных часто сталкиваются с пероплазмозом. Чтобы его избежать, необходимо правильно обрабатывать собаку препаратами от укусов клещей. По незнанию пропускают сроки повторных обработок. Например, препараты написаны, что требуется обработки в течение четырех недель. Препараты могут действовать от клещей, но по практике, к сожалению, четыре недели это уже препарат слабеет. И обработку требуется сделать уже на четвертую неделю. До обработки нельзя купать никакими шампунями, мыть животных три дня и после обработки нежелательно. Нежелательно допускать слизывание данных препаратов. Напоминаем, что в режиме самоизоляции гулять с собакой можно на расстоянии 100 метров от дома. Никаких временных ограничений законом не предусмотрено. Однако врачи советуют недолго находиться на улице. Проконтролировать расстояние, на которое вы удаляетесь от дома, можно с помощью сервиса «100 метров вокруг меня». Он покажет точную область, где вы можете спокойно гулять с собакой и не переживать по поводу штрафа.